Сегодня вашему вниманию мы представляем обзор нового мобильного телефона Philips Xenium X710. На коробке данного устройства мы можем увидеть краткие его технические характеристики, а также значок Ростест, подтверждающий сертификацию данного телефона для продажи в России. На защитной пленке, наклеенной на экран телефона, мы также можем увидеть его основные преимущества и самые главные характеристики. В комплектацию моего телефона входит диск с программным обеспечением, инструкция на русском языке, в конце которой мы можем увидеть гарантийный талон, дающий гарантию на всей территории нашей страны. Также в комплектацию входит проводная гарнитура, кабель для подключения к компьютеру, зарядное устройство для телефона и аккумуляторная батарея. Самой главной отличительной особенностью данного телефона от других моделей Philips является то, что он рассчитан на одновременную работу с двумя сим-картами. Это мы сейчас с вами и протестируем. Устанавливаем одновременно в аппарат две сим-карты мегафона. Также хотелось бы отметить, что на задней части телефона также указана информация на русском языке и имеется значок Ростеста. Также под аккумулятор устанавливается карта памяти, которую в рамках данного теста мы вставлять с вами не будем. Корпус аппарата целиком пластиковый. Вы можете увидеть, что остаются отпечатки пальцев на задней крышке. Но в общем телефон собран очень хорошо и качество его сборки на высоком уровне. На правой стороне телефона присутствует кнопка фотоаппарата, а также качелька управления громкостью телефона. Сзади располагается камера разрешением 3 Мп. На левой стороне USB универсальный вход, который используется как для подключения компьютера, так же для подключения гарнитуры и зарядки телефона. Теперь мы с вами его включим. Как вы видите, при первом включении телефон загрузился достаточно быстро. Также вы видите, что на экране телефона появилось сообщение о наличии в нем двух сим-карт. Давайте попробуем позвонить на одну из них. Вот пошел звонок, вы можете услышать, что звук динамика достаточно громкий. Также телефон в момент звонка показывает, на какую сим-карту идет звонок. В данном случае написано первичное сим. Также во время звонка можно отключить звук звонка или полностью сбросить вызов. Давайте теперь попробуем позвонить на вторую установленную в телефон сим-карту. Вот, вы видите, пошел вызов, и так же телефон указывает нам на то, что звонок идет на вторичную сим-карту. Теперь мы попробуем позвонить с этого телефона, с первой сим-карты, которая, как вы можете заметить на экране, обозначена синим цветом. Это означает то, что в данный момент звонок будет осуществлен с этой сим-карты. Также во время звонка телефон нам показывает, что вызов совершается с первичной сим-карты. Теперь давайте попробуем, насколько быстро происходит переключение между сим-картами, так как теперь мы будем осуществлять звонок со второй сим-карты. Телефон предлагает нам немножко подождать. Вот, произошло переключение. Сейчас аппарат найдет сеть второй сим-карты, и мы сможем совершить с нее звонок. Так же, как вы могли заметить, произошла смена стиля самого телефона. Теперь мы совершаем звонок со второй сим-карты, о чем опять же идет нам сообщение на экране, что вызов совершается с другой сим-карты. Теперь давайте более подробно рассмотрим меню данного телефона. Меню достаточно простое и интуитивно понятное. В данном пункте находятся различные развлечения, такие как Java-приложения и игры. По умолчанию в телефоне предустановлено несколько Java-приложений. Это две игры и Opera Mini. Так же в телефоне установлены игры, для которых не требуется поддержка Java. Это Mojong и Puzzle. Игры достаточно простые. Теперь давайте посмотрим, как работает 3-мегапиксельная камера в данном устройстве. Как мы видим, фотография сделана достаточно быстро и вполне в хорошем качестве. Давайте мы с вами ее удалим. Также в телефоне достаточно хороший ежедневник, в который входит календарь, список дел, будильник, калькулятор, конвертер, валюты единиц, мировое время, секундомер. В общем, телефон производит очень хорошее впечатление. Очень достойная модель Philips, имеющая отличные характеристики, великолепный экран, как вы могли бы заметить, обладающая очень хорошей батареей, но и самое главное, поддерживающая одновременно две сим-карты, что в наше время очень удобно.